Уважаемые коллеги, уважаемые главы государств, прежде всего хотел бы еще раз поприветствовать всех вас и членов делегации в Астане. В узком составе мы весьма продуктивно обменялись мнениями по самым актуальным вопросам нашего дальнейшего сотрудничества, наметили главные приоритеты развития содружества независимых государств. Сейчас хотел бы отметить, что это первый полноценный саммит СНГ в очном формате после COVID-19. Я думаю, что это в принципе радостное событие, что мы вновь собрались здесь, в нашей столице. Уважаемые коллеги, мы сегодня договорились, что в расширенном составе не будем выступать с заявлениями, поскольку это уже сделали в узком формате. Поэтому предложил бы сразу перейти к повестке дня и, обращаясь к председателю исполнительного комитета СНГ, уважаемому Сергею Николаевичу Лебедеву, с просьбой проинформировать о решениях, принятых на заседании в узком формате. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые главы делегации, уважаемые участники заседания, хотел бы проинформировать, что на заседании в узком формате главы делегации утвердили повестку дня и регламент заседания. В ходе заседания руководители государств также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках СНГ. Как уже сказал Касым Жемарт Кемельевич, был рассмотрен вопрос о председательстве в Содружестве независимых государств. Главы делегации приняли решение о председательстве в Содружестве в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской республикой, а сопредседательство – Республикой Казахстан и Российской Федерации. По предложению Кыргызской республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке. Решением Совета глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трехлетний период. Совет глав государств принял также решение о награждении грамотой Содружества независимых государств Батыршина Радика Ириковича, председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» за большой личный вклад в формирование общего информационного пространства СНГ, укрепление дружбы и сотрудничества между странами в связи с 30-летием Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Спасибо за внимание. Спасибо вам, Сергей Николаевич. Уважаемые участники заседания, сейчас во исполнение принятого нами решения позвольте вручить Радику Ириковичу Батыршину, председателю Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» нашу награду – грамоту Содружества независимых государств. Уважаемые коллеги, сегодня мы решили, что с учетом высокой степени согласования остальных документов, они не требуют дополнительного обсуждения, поэтому предлагаю исполнительному комитету приступить к процедуре подписания документов. Сергей Николаевич, пожалуйста, командуйте. Коллеги, прошу приступить к процедуре подписания документов. Касым Жемаркимилович, а что вы не объявили? Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили. Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать, председатель. Но, коль скоро Александр Григорьевич говорит, что нужно объявить, я хотел бы, пока идет процедура подписания, сообщить вам, что в узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ. Я вот, выступая по этому вопросу, высказал такое предложение, поскольку вчера мы приняли решение о переименовании должности исполнительного секретаря СВМДА в должность генерального секретаря. Еще ранее должность исполнительного секретаря ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, была также переименована в должность генерального секретаря. Ну, в принципе, это имеет значение, повышение статусности должности исполнительного органа. И я думаю, тем более речь идет о Сергею Николаевичу Лебедеву. Он абсолютно достоин того, чтобы иметь или занимать такую должность, как генеральный секретарь СНГ, уже не говоря о том, что сама должность генерального секретаря в некоторой степени, а может быть в значительной степени, повышает сам статус нашей общей организации. Вы это хотели, да? Я хотел сказать, что пока не присвоили статус, избрали исполнительного. А, ну, тут вопрос, как говорится, не требует обсуждения и напоминания. Это само собой разумеющееся. В общем, Сергей Николаевич у нас пожизненный исполнительный. Продолжение следует...